Приветствую вас, мои любимые пациенты! Сегодня стартует та самая долгожданная рубрика, репортаж, где я подробно разбираю ваши вопросы, заболевания, даю полезные советы, упражнения. И смотря этот репортаж, вы получите огромное количество полезных советов, полезных материалов и понимания, каким образом правильно работать со своими проблемами. Я, конечно, была в огромном шоке, потому что буквально за один день было заполнено 460 анкет. 460 человек проявило желание, чтобы я лично для вас, для каждого записала такое персональное видео, которое я буду делать сейчас. Я разберу от 5 до 10 человек сегодня. И мы очень глубоко с вами погрузимся в заболевания каждого человека и разберем, а как же правильно нам работать с нашими проблемами. И вы в их ситуациях узнаете также себя. Естественно, когда столько человек сделало запрос на персональное видео, я буду обрабатывать как минимум несколько месяцев такие запросы. Но вы не переживайте, потому что вы будете получать ответы на свои заболевания, на свои вопросы, как вылечиться долгосрочно, когда вы будете смотреть данный репортаж, который будет выходить раз в неделю. И открывает эту долгожданную рубрику Евгения с города Москвы, ей 43 года. И давайте посмотрим, что она пишет. Евгения пишет, что у нее есть межпозвонковая грыжа, деревянная спина, варикоз, мигрени и сутулость. Как избавиться от этих болей навсегда? Ну смотрите, все эти заболевания, которые перечислила Евгения, они между собой очень сильно взаимосвязаны. Я уже рассказывала, что тугоподвижность позвоночника – это отложение солей. Да, спондилез, тугоподвижность, когда вы плохо двигаетесь – это отложение солей. Это первый фактор. И второй фактор – это ваша психосоматика. Чем больше вы переживаете, чем больше вы нервничаете, тем больше зажимаются ваши мышцы и связки, тем более напряженные все нервы, сосуды, мышцы, связки. И это тоже вызывает тугоподвижность. Когда отложение солей идет, то это говорит о том, что у вас очень плохо работает кишечник, он засорен, и нет усваивания правильного солей. И эти соли вместо того, чтобы усвоиться, они начинают откладываться в наших костях между позвонками и так далее. Варикоз, про который вы пишете Евгений, он имеет несколько первопричин. Это опущение органов. Когда органы опускаются, то идет застой крови, и варикоз сначала образуется во внутренних органах вашего живота, и только потом переходит на ноги. Вторая первопричина – это плоскостопие. Это тоже одна из основных причин развития варикоза. И третья причина – это слабый кишечник, когда у вас есть гнилостные воспалительные процессы кишечника, и из-за этого тоже не усваивается коллаген, эластин, белок, которые необходимы для как раз-таки крепости сосудов. Что я вам посоветую? Спрашивают, как избавиться от боли? Боли – это, наверное, не самое важное, от чего вам нужно избавиться. Даже если вы избавитесь от боли, это не значит, что ваша проблема куда-то уйдет. Потому что варикоз, он страшен чем? Он страшен инфарктами, инсультами. Вот вы еще пишите мигрени, сутулость. Вот сутулость – это опять же про вашу нервную систему. Мы сутулимся, когда мы испытываем стресс. Мигрени – это говорит о том, что есть смещение в шейном отделе, либо у вас есть очень сильное укорочение. Но так как вы говорите, что сутулость есть, я, знаете, очень сильно сомневаюсь, что там вообще сутулость, потому что вы очень часто путаете сутулость с горбами на спине. И там уже давным-давно не сутулость, а уже кифоз. Что я вам советую? Я вам в первую очередь советую, чтобы убрать боли. Во-первых, пейте есентуки 17, которые очень хорошо будут снимать воспалительные и гнилостные процессы кишечника. Это улучшит каждую из тех ситуаций, которые вы описали. Дальше, что я вам советую? Это баскетбольный мяч на нижнюю часть живота. Когда вы берете, кладете мяч между пупком и между лобковой костью и ложитесь на баскетбольный мяч перед сном где-то минут 10-15. Вы должны чувствовать умеренную болезненность. Искры с глаз лететь не должны, но это упражнение очень хорошо снимет варикозный застой. Деревянная спина. Чтобы хорошенько убрать соль, конечно, в идеале это пройти лечебное голодание. Оно у нас будет примерно в октябре. Оно очень хорошо уберет вот эти соли, спондилартроз, застарелость вашего позвоночника. Межпозвонковые грыжи не просто так образуются. Опять же, здесь могут быть и ваши стопы плоскостопия. Здесь есть, конечно, бесплатные упражнения по плоскостопию. Попросите их, пожалуйста, у администраторов. Но они лечат только поверхностную степень плоскостопия, то есть первую степень. Если у вас достаточно застарелая плоскостопия в второй и третьей степени, то здесь нужно проходить отдельный курс. У нас есть отдельный курс, называется «Стопы. Фундамент здоровья». Дальше, моя хорошая. И, конечно же, ваша сутулость. Нужно работать с нервной системой. Попросите прямые эфиры по психосоматике, по нервной системе. Как убрать чувство гнева, как убрать чувство страха. Попросите бесплатные материалы по психотерапии. И мы переходим к следующей пациентке. Следующая пациентка у нас Галина. 63 года, город Тула. Что она пишет? Сейчас это бедренные суставы, аллергия. Ага. Про остальное даже думать не могу. То есть болят бедренные суставы. Но не бедренные, а тазобедренные. Немножко ошиблась, Галина, но ничего страшного. Аллергия. Вот смотрите. Казалось бы, аллергия и тазобедренные суставы. Вроде бы разные заболевания, но они об одном и том же. Тазобедренные суставы всегда будут портиться, когда есть гнилостные воспалительные процессы кишечника. Что это значит? Это значит, что когда у вас есть воспалительные процессы в кишечнике, у вас не усваивается коллаген и гиалуроновая кислота, которые необходимы для того, чтобы у вас смазывались суставы. И аллергия, она также связана с воспалительными и гнилостными процессами кишечника. Это тоже вызывает, то есть аллергию можно полностью купировать, если вы полечите кишечник и если вы полечите психосоматику. Аллергия еще с нервной системой связана. А тазобедренные суставы также еще связаны со сколиозом. Нужно лечить сколиоз. Но сколиоз имеет тысячи причин. Это и плоскостопие, это и воспалительные процессы во внутренних органах вызывают сколиоз. Это удары по голове, это падение на копчик, это скручивание позвоночника. То есть, понимаете, очень много первопричин сколиоза и разных вариаций сколиоза, которые нужно посмотреть. Для того, чтобы полностью вылечить ваши тазобедренные суставы, вам нужно провести диагностику и понять, какой у вас сколиоз и каким образом он влияет на ваши тазобедренные суставы. Без диагностики вылечить, просто дать какой-то совет, помажьте мазью, приложите что-то там, какую-то травку-муравку, это не про вылечивание суставов. Мы нашим пациентам вылечиваем тазобедренные, коленные суставы, полностью предотвращаем операции. И если у вас суставы болят, то вы очень близки к тому, что может в любой момент быть операция на суставы. И не нужно доводить себя до ножей, не нужно доводить себя до операций. Поэтому в первую очередь вам необходимо поработать с кишечником. Кишечник, я уже говорила, ясинтуки 17 горячий. Кстати, сейчас занимаюсь производством своей воды, которая будет еще по составу круче, чем ясинтуки 17. Но это еще будет немножечко попозже. Мы решили заниматься производством также своей воды, которая очень полезна будет и для кишечника, и для суставов, и для внутренних органов. Сейчас активно разрабатываем нашу воду. И вот пишет Галина. Как лечить плоскостопие без помощи? Базовое упражнение знаю. И как восстановить больные суставы? Без помощи я не могу вам сказать, как их лечить. Без диагностики, без понимания, что у вас происходит с позвоночником, вы не сможете вылечить ваши суставы. И, Галина, вот вам совет не относиться к себе настолько сильно посредственно, потому что вы хотите вылечиться, но вы не хотите лечиться. Вы хотите вылечиться, но вы не хотите лечиться. А так не бывает, понимаете? И если мы хотим действительно восстановить наши суставы, а это только комплексный подход, это и лечение плоскостопия, это лечение кривизны ног, это лечение вашего позвоночника, это лечение гнилостных воспалительных процессов кишечника. Это глубокая диагностика, которую вам нужно пройти и уже понять, куда и как правильно двигаться. Следующий пациент, которого я разберу, Ольга, 53 года, город Пенза. Ольга спрашивает, что ее как раз таки беспокоит гипотиреоз, варикоз, гастрит. Варикоз у нее на левой ноге. Можно ли облегчить симптомы без операции? Питание стабилизировала, со стопами занимаюсь. Лечебное голодание ежеквартально, кроме лета. Умничка, молодец. Видно, что наш пациент уже работает со своими проблемами. Большая умничка. Можно ли облегчить симптомы без операции? Варикоз на левой ноге. Моя хорошая, я уже сказала, что лечение варикоза это не только работа со стопами. Это работа с опущениями внутренних органов. Вот я уже советовала баскетбольный мяч. Если у вас варикоз на одной ноге более выраженный, значит у вас выраженный сколиоз. И еще раз повторюсь, что без лечения сколиоза полностью вы свой варикоз не вылечите. То есть очень важно сколиоз полечить. Очень важно полечить опущение ваших внутренних органов. Если со стопами работаете, каким образом работаете? То есть отдельно курс проходили? Или если вы делаете только бесплатные упражнения, то я не гарантирую вам, что вы сможете полностью вылечить ваше плоскостопие. Питание стабилизировала. Стопами занимаюсь. Лечебное гадание ежеквартально. Да, варикоз лечебным голоданием лечится, но частично. То есть я уже сказала, что нужно также поработать и с другими факторами. Ешьте белок обязательно, ешьте витамин С. Это также влияет на крепость сосудистой стенки. Следующий пациент, которого мы разберем, Алиса, 37 лет, город Екатеринбург. Алиса пишет, плоскостопие, вальгус, протрузии в поясничном отделе. Пожалуйста, подскажите еще упражнение от плоскостопия и косточки. Мои любимые, мои хорошие, смотрите. Есть бесплатное авторское упражнение, которое лечит первую степень плоскостопия. Косточки на ногах образуются из-за плоскостопия, из-за нарушенного солевого обмена. Чтобы восстановить солевой обмен, нужно снять воспаление в организме. И лечебное голодание вы сами эту процедуру провести без контроля врача не сможете. И просто упражнениями вы косточку не уберете. Косточка очень хорошо уходит после именно процедуры лечебного голода, которую только с врачом можно проходить. Что касается дополнительных упражнений по плоскостопию, мои любимые. Это трехнедельная программа, где вы проходите очень глубокую диагностику со стороны врача. И там, где подбираются индивидуальные упражнения под вашу проблему, под левую. То есть одна нога короче, другая меньше. Идет выравнивание, работа со связками, с мышцами, с фасциями. Это трехнедельная программа, которая начинается после того, как вы прошли очень глубокую диагностику от врача. И где подбираются те упражнения, которые необходимы под вашу проблему. Понимаете? Это очень глубокий комплексный курс. И исправить плоскостопие какими-то обычными отдельными самостоятельными упражнениями, к сожалению, тоже невозможно. Это делается на отдельной глубокой программе. Понимаю, что большинство из вас, Анастасия, мы так хотели, чтобы вот все бесплатно, на блюдечке с голубой каемочкой. Я не потому, что такая там, простите, меркантильная. Или я не хочу поделиться чем-то бесплатным. Я столько бесплатного вам записываю и делюсь. Но есть методы, которые требуют контроля врача. Есть методы, которые нельзя просто не понять, зачем бездумно делать. Есть методы, которые делаются только индивидуально и подбираются под вашу проблему упражнения. Понимаете? И я не смогу поделиться отдельным закрытым материалом, просто вот так вот, где вы можете себе навредить. Очень многие методики, которые я даю на курсах, нужно обязательно, чтобы контролировал врач, как вы выполняете, что вы делаете. Понимаете? И есть, да, бесплатные материалы. Это цель сегодняшней нашей встречи, репортажа, чтобы я вам по полочкам разложила, куда вам смотреть, куда вам двигаться, с какими проблемами вам нужно работать. То есть цель ваша — получить сегодня ответы на мои вопросы, понимание, а что нужно сделать, чтобы вылечиться. И сегодня я как раз таки объясняю. Плоскостопие и вальгус, да, лечатся в течение трехнедель на глубокой программе лечения под контролем врача. Вы не сможете самостоятельно вылечить эту проблему, ну, не получится. Ну вот не получится, только под контролем врача. Протрузии в поясничном отделе как раз таки из-за вашего плоскостопия и вальгуса. Вы лечите плоскостопие, вы лечите вальгус, у вас автоматически уйдут протрузии в поясничном отделе, автоматически. Так, мои хорошие. Следующая пациентка — это Наталья, 35 лет, город Новосибирск. Беспокоит пила нефрит, слабость и нет сил, энергии, нет настроения. Ну, конечно же, интоксикация очень сильная идет. Как быть всегда бодрой и в отличном настроении? Ну, во-первых, снизить интоксикацию. Что я вам советую? Еще раз повторю, что солевая вода, почему я советую те же Ессентуки-17? Вода с высокой соленостью, с высоким содержанием солей, она очень хорошо снимает воспалительные процессы. Пила нефрит — это, конечно же, бактериальное заболевание. Вам нужно, во-первых, понять, что у вас происходит с микрофлорой. Вам нужно сделать посев мочи. И вообще, как это правильно делается? Нужно сделать посев мочи. Нужно сдать анализ из трех точек, микрофлору свою посмотреть, посмотреть микрофлору кишечника, каловые анализы сдать, анализ из трех точек, мочеполовой системы, посев мочи сделать бактериальный. И когда вы будете понимать, что у вас происходит в организме, какие бактерии у вас, уже будет подбираться соответствующее лечение. Если это просто условно-патогенная микрофлора, например, стафилококк, или золотистый, или стриптококк, то это можно пролечить без антибиотиков, спокойно, за счет того, что вы будете нормализовать микрофлору. Как нормализовать микрофлору? Я уже говорила, что это отток желчи должен быть хороший. Это работа с вашими внутренними органами. Это висцеральная терапия, это тюбаж. Тюбаж, посмотрите, что такое тюбаж, под печень, под правую сторону печени, делайте тюбажи. Пейте горячую воду, пейте соленую воду, это очень хорошо будет снимать воспаление и уменьшать эти симптомы. Канифрон, это травяной препарат. Это не химические какие-то производные, то есть это травянистые, очень хорошее лекарство, которое очень хорошо снимает воспалительные процессы почек. Канифрончик, урологические сборчики, как можно больше пейте воды, потому что почки, особенно когда они болеют, они нуждаются в том, чтобы вы пили как можно больше воды. То есть как можно больше воды, двигайтесь, потому что у вас сейчас идет интоксикация, и разберитесь, что у вас происходит с микрофлорой, сдайте все анализы, посевы, бактериологические анализы, и тогда вы сможете разобраться со своей проблемой более подробно. Мои хорошие, на сегодня наши разборы мы заканчиваем. В следующий раз постараюсь разобрать уже 10 человек. У меня в следующий раз будет Наталья, Ирина, Светлана, Антонина, Михаил Шоурена, и такое интересное имя, Светлана, Валентина, Таллай, из города Тольятти, Кыргызстан, Волгодонск, Сальдус, Любцы, Брест, Таллинн, Новосибирск. Будем разбирать. Всех вас обняла, поцеловала. Я желаю вам здоровья, я желаю вам благоразумно относиться к себе. И, кстати, мы уже закрываем лист ожидания на наш курс, там, где мы как раз таки лечим огромное количество проблем и с внутренними органами, и с варикозом, и с опущением, и с гнилостно-воспалительными процессами вашего кишечника, и с колиоз мы лечим, и с суставом мы лечим. У нас уже заканчивается набор на этот курс, поэтому, если вы еще не записались, то также прикладывается ссылочка. Можете написать под этим письмом «Хочу», и мы вам также поможем записаться на наш курс. Люблю вас и желаю вам здоровья. До встречи в следующих репортажах.